Всем привет, всем я к вас и я приветствую вас на канале Тектоника на экранах. Рождаем здесь играться, в прошлый раз мы с вами более-менее наладили производство и там даже уже что-то производится. Не в том количестве, в котором хотелось бы. Вот что вот это back to copy, что back to copy, что, 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 что имеется ввиду, вот что она висит. Давай перезагрузим игру. Ну, мне вот вообще не нравится вот то, что вот он мне какие-то вот, блин, тупые подсказки дает, которые мне нахрен не нужны. Значит, в прошлый раз мы с вами, получается, Виктора открыли и аккумуляторный этот отсек. Туда мы, вот он, кстати, туда мы обязательно что-нибудь подключим, но только после того, как у нас появятся водные турбины. Без водных турбин тащить все это нет никакого смысла. Вот, сейчас мы тут это тупо принесучим. Вот, досягая вот эта хрень, нам нужна будет для того, чтобы как раз-таки подключить лифт, вот это вот все. Так, мы дальше пойдем по воде, опять же. Потому что тут можно очень хорошо заблудиться, чтобы этого не делать, лучше идти по воде. Очень, конечно, странно, что здесь по всей карте разбросаны запчасти и такие. Это понятно, конечно, да. Так, здесь у нас тоже дверцы, которые нужно будет починить. Причем других способов залезть сюда нет. Таких сборщиков, ты его куча вообще. Блин, то, что у нас электричество так громко вырубается, это, конечно, огнище. Слышишь об этом отовсюду. Вот этих тоже накидали, здесь это вот такого количества не было никогда, в этой штуке. О, вот это теперь можно сканировать, это позволяет нам открывать новые эти стены и там подобное. Ух, компонент, все в хидро. Хидро, турбины. Тщательно. Тщательно. Это нам уже, наверное, не надо сканировать в таких количествах. Так, ядро, да? Это у нас синяя, да, по-моему, ядрище. Да, еще одно осталось. Так, это у нас, как вы помните, закрыто, но если вот сделать вот так. Мироносец. Пока на овощей нафиг не надо, но пусть будет. Вертикальная лента. Аккумуляторы, аккумуляторы. Экспедиция. Так, податчик питания, да? Угу. Угу. Так, давай откроем карту. А... Так, блин, а? А, я не как-то не... Это максимально? я просто вот честно говоря не очень помню где лифт находится конечно немного делаю неправильно иду хрен знает куда вот эти просто насколько я помню дверь какая-то было еще так идти надо назад и снова идти по воде уже в другую сторону просто и на самом деле лифт довольно близко расположены я просто не помню как с этой стороны к нему подходить потому что на деле если ты идешь к лифту через этого через виктора то он там буквально пару шагов и вот он то есть там вообще ни о чем тут я честно говоря не помню так отсюда мы по моему раз таки пришли не ну беги чувак ух сейчас заблудимся нахрен ну ладно зато весело мамочки объем блин фонарь чем такой так вот вот это вот дорога смерти она у нас ведет к центральной яме а вот или кстати и куда я тогда упал и думал что всех она она нет них она они кстати по моему вот эту пещеру немного переделали ну естественно вот там новые буры я вижу новая дробилка я так понимаю мы варе экзамен нас короче там электричество падает насколько я помню на все это дело так вижу какие-то зеленые а это уран я понял не урана как он называется ты уже был так смотри вон там еще какой-то ярус есть чуть такое это вот этот адамантий блин и чё такое чую так много то мы сейчас конечно туда заглянем я блин только вот не помню а он научился буриться вниз речь и нет не достали но 1 потому что этого очень не хватало при первом пограждении это было просто нереально неприятно это тупо не можешь пробуриться вниз приходилось киркой делать пару тычков серьезно это все адамантий и туда и дошу почти господи а дошу почти Продолжение следует... Ага, вон самый. Его прям до хрена тут. Эй. Из этого говна можно было выбраться. Так, отлично. Это известняк, это медь, это получается вот это дамантий, вот это железо вроде как. А-а-а... Ведь нихрена не видно. Потребляем что-то куда-то. Да, это известняк. Чего я сюда поперся? Так, мне надо было вообще-то бы к воде пойти. Так, что-то я забыл, что здесь иногда лагает, когда ты резко разворачиваешься. Приводит к неприятным последствиям, когда ты просто берешь и утыкаешься, как будто бы ты дурак. В стенку и до свидания просто. Так, но я пока не понимаю, где может находиться X-Ray. Вот вообще. Кстати, второй уровень. А-а-а, так. Куда нам? Вот туда нам можно. Где под него должна быть какая-то хорошая локация крупная. Но я ее пока вот вообще не вижу. Может быть, кстати, знаешь где она? А вот не может она вот тут вот быть? Здесь. А-а-а... помните здесь есть монумент какой-то который мы не можем просканировать ну точнее как мы его можем и вот он собственный виктор мы можем кстати тогда ведь эти водяные мельницы поставить чтобы у нас электричество вырабатывалось постоянно все единственное единственное тут насколько я помню не все так просто с этой хренью и мне еще надо подумать где здесь дерево блин поставить может быть вот здесь вот слева я тогда сделал делал справа эти деревья пыталась построить нормально мы можем теперь попробовать слева их поставить чтобы они были нормальные это вот все избрить и надо вспоминать как делать план того что там же есть определенную них какая-то площадь то есть на насколько близко их друг дружке можно ставить можно мы чуть-чуть тебя задвинем так электричество блин подключать так папа 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 трансформатор нам не нужен и питание генератор базовая мама на кучках ладовника местное конечно минус вот этого удаленного дерева это то что нам придется придется таскать сюда эти ядра но с другой стороны я не уверен что нам нужно прямо до хрена этих ядер я вот просто помню сколько у меня их было и в этом нет особо никакого смысла особенно если ты не собираешься открывать абсолютно все технологии если будут абсолютно все технологии тогда надо значит чем не надо сделать мне нужно увеличить количество метей и железо причем в диких количествах чтобы это было в это плавилось как не в себя возможно мои вот эти вот хрени переставим он туда да вот этот час а сбрею сделаю побольше площадку и у нас эти штуки будут стоять там вот эти мы поставим вот наверное туда чтобы вот раскрутить территорию локацию вот сколько нам надо плавилок блин сколько он плавит выход 15 в минуту потребляет он 30 в минуту на этот у нас выдает 25 в минуту то есть его 1 на одну по идее плавилку не хватает но у нас и конверируешь забитый нем как бы не сильно много смысла вот поэтому надо сейчас почему подумайте как это увеличить давай увеличим количество ловилок нам нужно сколько плавилок допустим три штуки то есть четыре всего нам нужно по три я имел ввиду на каждое производство вот сейчас мы придумаем какую-нибудь схему как и кучу все поставить и давай еще полов на хрена чем побольше прям неудобно значит нам нужны плавилки вот они будут стоять по три штуки вот мы можем удлиненные манипуляторы поюзать я думаю это хорошая тема значит я я это задумался и потом забыл о чем задумался нормально так и живем так хорошо значит нам нужно еще вот эти хреновина есть штук а значит наверно план такой мы и мы делаем вот например вот так с одной стороны будет идти вот эта хрень с другой стороны вот эта хрень для того чтобы это все работало мы соответственно будем вот так ставить вот это и вот так мы будем ставить вот это вот значит эти будут потреблять 60 вот этих металлов в минуту а они выдавать будут 20 50 в минуту вот возможно нужно будет поставить вторую третью но пока не не уверен соответственно здесь нужно будет воспользоваться такой же фишкой как и и и и и да вот на 5 долго я это буду терпеть блин реально не хватает вот этой грёбаные ручки которая все решит одну за раз дернул и она работает что там надо для нее нужно прокачать виктор я тебя понял и по идее нам кстати в целом нам достаточно эту штуку всего лишь тут повернуть и вот тут и все вот этому оставляем да вот очень давайте это под разберем так и вот так значится нам надо сделать так чтобы эти товарищи нам выдавали то что надо нам давай-ка мы тогда наверное ем делаем вот так тогда так вот да и тут у нас будет стоять обычный мы не будем выпендриваться так он не электрический эти понял но мы на всякий случай протянем электричество здесь когда-то ведь она потребуется нам вот значит а вот это дело мы с вами за пердолим вот сюда вот это будет у нас металл по 5 мы уберем да 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 далее вот эту штуку мы разбираем да и у нас это питала во это лобу пойдет сюда далее нам по идее нужны печки да у нас сколько их подожди вот они же печки у нас это же печки печки да все нормально значит нам по идее нужно вот 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 тебя например и мы можем поставить вот так нет наверно чуть подальше сейчас что нам надо нам надо делать вот так потом разделить и сделать вот так чтобы мы могли поставить вот так и сделать вот так я думаю нам вот этого вполне себе хватит нам столько явно не потребуется так и здесь я вот так вот протянул вот nya да такие work чуть-чуть вроде как так и все и и и и и топлива-топлива-топлива как пойдет топливо нам нужно будет вот здесь его разделить вот ну считывай то есть таким образом можно определить что я настолько тупой что за пять минут не смог собрать схему ну вот как бы да да тяжело тяжело так что у нас по у нас две да вот ручной генератор мы пока собрать не можем так я хотел вот еще сюда заберете сюда положим и вот это все соберем целом можно эту штуку подключать период конвейера закончились что такое возможно еще выходит мы можем пока рамок напихать такая же схема нужно будет собрать для медиа и тогда у нас будет все по красоте надеюсь по крайне видно это единство пока нет сборщика соответственно вот эти рамки мы собираем в руках на самом деле это тоже небольшая проблема я привык во всех играх собирать все руками не лень потому каждый раз так давай 48 рамок уже больше половины собрали пока как бы не хватает смотрю но посмотрим раскачает не раскачает потому что очень как-то странно что бурые 25 выдают плавят со скоростью 30 это 5 теряется если буров 3 поставить это будет у нас сколько 75 да а эти будут плавить со скоростью 60 минуту нет подожди 30 минуту они жрут до на 30 их трое они должны жрать 90 в минуту а эти 25 минут в 25 в минуту выдают и если их трое будет 75 минуту нужно поставить 4 это будет 100 в минуту и эти будут захлебываться ну как бы постоянно работать ладно не заклёпываться ну то есть один к одному не получится никогда делать вот что у тебя здесь он ты просто медленно работающая нет нет и ты тебя здесь не так много и так много но до него пока металл лишь не доходит то есть топлива лишь до хрена а металл пока не дошел ну и ладно господи разберемся так 17 давай делай все значит а теперь с тобой надо разобраться с медью бля и это я сейчас не на отсутствие электричество она удаление электричество это конечно все хорошо значится давай мы здесь немножко выровняем конвейер и куда не делись эти желтые где они а вот они господи почему он их с автоматически не сортирует и пускать как говно какое-то по идее это как она должна работать а не будет она никак они там будет плавить наверное white там конечно будет от выкидывать все тяжело и плохо то так у меня этих больше нет у меня есть ручной генератор 1 пойдем давай исходим глубины за да у нас как раз электричество быстренько закончится прикол заключается у нас в том что вот эта турбина водяная она должна стоять рядом с этим генератором которому постоянно крутим вот то есть по сути это возможность не постоянно не подбегать и не крутить эту шнягу не вот единственная типа фишка этого дела так а тут точно ли ты же лифт блин этого этой породы которую хрен типа добудешь что-то до хрена я смотрю так по идее нам надо было чуточку вместе с крутится повернуться все что ты знаешь я вот не знаю надо вернуться домой так это наша база блин а я вот честно говоря немного подзабыл где находится блин это каверна то глубоко знаешь что может попробовать делать ну ка аму давай попробуем правда геморрой будет эту хрень мы разобрать не можем тут есть получаются две крутящиеся ерундение 100 ньютон метров он выдает целом мы можем поставить свои ставите вот эти вот хреновины они будут крутиться у нас есть вот эта штука и в целом целом можно попробовать эту хрень дотащить до нас и тогда у нас будет какое-то количество энергии которая хреновина насколько она будет актуальна если мы 5 тыс серьезно вот видишь он тут электричество показывает вот он его начал заряжать потихоньку то есть нам надо по сути вот во первых вот эту штуку поставить вешали гречит пошла вам то есть мы можем либо 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 заморочиться с и как они называются с вот этими проводами да так я единственная 5 не очень помню как будет короче сюда повернуть давай сходим по ощущениям мы идем в сторону виктора да да и мосты и этого лифта да я думаю здесь будет быстрее если мы так делаем потому что вот она наша база и соответственно здесь мы просто поставим на вот этот вот вот эту точку так и тут у нас будет стоять трансформатор вот так от него будет идти электричество не слишком длинный не знаю дотянем нет потому что раньше он оказался пленее целом если мы им не сможем дотянуться мы конечно можем и силовыми этими поставить полами как будто бы хватает прям в притирочку смотри-ка все у нас теперь есть электричество которое мы можем раскрутить например здесь ну вот но на деле у нас будет все куда проще мы здесь поставим вот эти вот хреновина и они будут постоянно крутиться будет хоть какое-то количество энергии потому что на самом деле этих водяных генераторов нам не хватит вообще две штуки максимум крутит по моему два или три генератора вот они будут выдавать не максимальную мощность к сожалению вот сейчас посмотрим смогу ли я вообще их подключить потому что есть подозрение что она будет работать только с тем усовершенствованием в виде коленвала этого вот вот соединили генераторов все за и пища в целом можем его изучить но мы наверное лучше сделаем еще сколько 18 этих чтобы мы могли продлить работу этих генераторов но если вдруг потребуется вот они вот они вообще они теперь дернула и они все крутятся вот это очень классно на самом деле так я значит хотел делать следующее я хотел поставить вот преобразователь мощности все нормально теперь вот он крутит всегда здесь видишь минус крутящий момент системы 100 да у нас за счет вот этого снижения прошло это по умолчанию хотя не очень понятно честно говоря потому что по идее должно быть на понятно а оно не понятно так давай я возьму ну вот по 150 киловатт они выдают и этот 150 выдают да можно для экскремента так сказать попробовать сюда да ставить тебя и тебя местонавер не дотянется я дотянул видишь он пишет не хватает винируем мощность 53 это вот крутящего момента как раз таки и не хватает мы разбираем мы разбираем 124 до ну да то есть вот на на две штуки хватает а дальше извините ну в целом ок это получается 350 600 киловатт у нас есть хотелось бы больше но к сожалению больше мы не можем пока что делать себе потому что нет технологии но зато мы запитали базу и это очень хорошо надо было конечно в прошлый раз так делать но я чуть как не подумал так значит это у нас водопадище требуется какая-то херня я понял если мы по моему каких-то будет так и лагает короче тут это место так это спуск вниз менять не надо пока так хорошо можно мне эту хрень убрать да и вот собственно сюда мы прыгаем и не ядра и гидротурбина замечательно это тогда у нас получается если одна на 600 киловатт нам выдает энергии то 2 это будет 1200 киловатт собственно сейчас пойдем отнесем единственное а нам сначала надо на базу чтобы забрать и поставить к себе туда в общем или нет и короче так прыгаем вы пипи 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 непонятный материал детектив origin unknown если вы сможете успешно через грейтстон вы сможете сделать что никакого оборудования 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 даже смотря на это мне кажется маленький хрень наверное миллион хрень о том что я щелевый камень ну туда короче только бота какого нибудь гибкого запердоливать да что ты начинаешь яхим свет light что-то куда-то у вот этого не было ст м м экспедиция м м м м м с м м м Я не знаю, потому что вы не сможете выйти из-за этого, но это было реально. Были сотни людей здесь, тысячи. Они работали здесь. Мы cared о них. Мы были в этом вместе. Я не говорю, что я не могу. Я говорю, что я не могу. Я говорю, что я не могу. Да. Чего поперусь на эту планету? Непонятно. Хоть тут врагов-то и нет, но когда вся планета против тебя, то и хищники-то не нужны. Так, слушай, железо у нас дохрена. То есть нам в целом не хватает еще одной печки, я так понимаю. При том, что у нас периодически работают только 1-2 бурилки. А, ну у нас и печка также. Я понял. Значит, надо на следующую серию задуматься об оптимизации топливных брикетов. Вот. То есть подумать над тем, сколько нам это все сделать. Еще было бы интересно, знаешь, что посмотреть. Вообще у нас по этой вот хрени. Разделение волокна. Волокнов. Планк мотор собирать в планк моторе. Окей. В общем, короче, нужно будет в этот момент продумать как следует. Вот. При этом нам нельзя увеличивать прям пипец как... Количество вот этих вот хреновин. То есть нам нужно увеличить количество, наверное, парников. Вот. Потому что, я смотрю, не сильно тут у нас парники пытаются работать. Вот. Поэтому, наверное, количество парников будем брать. Чтобы вот эта постоянно фигня работала. Она, видишь, простаивает. Тогда у нас будет всего остального побольше. А сколько у нас парник? У нас он две минуты, по-моему, хреначит. Создает вот эту штуку. Все. Металл разгрузился. Да. И теперь четвертая эта хрень не работает. Давай мы просто вот так вот берем. Все. Пусть он хреначит как не в себя. Так. А что у нас сколько жилиста? Все. Есть 200. Пошли сдавать. Отсидел я уже себе все, что мог. Кофе остыл. Пирожок остыл. Все остыло. Нахрен. Солнце ушло за горизонт. А я, блин, собираю эти 200 штук. В целом, я оптимизировал добычу травы. Как бы эта страна не звучала. Вот. Автоматизировать что-либо пока не вижу смысла. Вот. Посмотрим, что нам, конечно, дадут. И. Вот. Чтобы получить атлантовую руду, нам нужно взрывчатку найти. Водовая руды и оборудования добыча будут быть вещи. Я предпочитаю, что вы не знаете, как вы достаете так далеко. Замяные системы, наверное, будут помогать вам открыть много модернизировать структуры машины из предметов что предположим что эта хрень для того чтобы апгрейтить что-либо без сборки разборки терраформирование скорость бура взрыв заряд нам нужно отсканировать этот взрыв заряд система охлаждения туннелирование и так далее синтез биокирпич источник сжатого органического топлива то есть нам нужно будет смешать известняк с вот этой вот зеленой шнягой вот короче нужно будет подумать как это улучшить вот у нас тогда этот биокирпич по звукам общем будем дольше лучше работать вертикальные ремни до вертикальные ремни смотрю только на зеленых конвейерах да и монорельс столб на рельсам на рельсовый путь и так далее так транспортировка рельсовый зацепт ну понятное дело энергия пока вот она гидротурбина нужно будет ее только лупать в науке понятно в строительстве чё у нас легкая хрень настенно освещение декор растений далее нам нужно посмотреть что мы можем с тем стебли понятно это все понятно вот готоваясь к сесть к охлаждению значит журнал нам нужен это пока убираем так ремонт двери да этот процессорные модули на мне в ней не совсем это же вот тогда дверь у нас не покажет да хер там это короче вот то то что нам надо вскрыть по моему по-моему да давай на всех слышу пробежимся вот если это она то есть нам нужно 10 процессоров то в целом это у нас тут она наука вот нам нужно тогда 14 ядер сделать и мы тогда сможем вскрыть эту дверь а вскрыв эту дверь у нас там как раз таки есть по моему такие взрывчатка вот а взрывчатка нам собственно нужно для того чтобы дойти до нашего второго говорящего куба да это то самое место может тоже не ходить и может быть что-то откроется новенькое вот в целом в целом у нас она нужно переходить на эти топливные брикеты чтобы блин нам не заморачиваться с этой плен травой и может быть эти гидротурбины вот я вот кстати не помню новые буры и новые буры и новые плиты плавилки точнее они будут работать на электричестве или все-таки также на топливных брикетах это я к сожалению не помню так медиа вот видите опять перебор пошел но в целом нас это должно устраивать здесь опять до хрена здесь ничего вот это прям бесит может быть их все-таки поставить на одну конвейерную ленту чтобы они не разделяли давай так попробуем сделать когда короче не сейчас потом а не забудьте подписываться на канал заходите ко мне дискорд дзен и телегу всем удачи и пока